Привет, друзья! Сегодня мы продолжим эксперименты с вот этой замечательной микросхемой ESD18-20. В данном случае она используется как усилитель D-класса, в котором легко с помощью вот этого потенциометра можно изменять частоту дискредитации звука. Усилитель D-класса я собрал ранее, но показал его в перегрузке. Да, он очень чувствительный, играет очень громко, при этом требует минимального обвеса. Вы видите, что тут всего лишь два резистора и два конденсатора. При этом на резисторах и на конденсаторах можно сэкономить. Можно оставить только один резистор и один конденсатор. Если же вы собираетесь менять частоту дискредитации, в усилитель D-класса это имеет важное значение, то вам, конечно, потребуется переменный резистор. Если же вас не интересует изменение частоты, и вы желаете максимально хороший звук слушать, вы можете поставить всего лишь один резистор, номиналы которого и номиналы всех деталей я укажу в статье на Дзен, ссылочка будет в описании. Меня интересовал вопрос о том, насколько качественно может играть усилитель звука на такой микросхеме. Я использовал специальную схему для того, чтобы измерять пульсации на этой микросхеме. Схема состоит из обычного низкомного динамика и резистора. Именно на резисторе я измеряю осциллографом уровень пульсаций и, конечно же, форму синусоидальной звуковой волны. Также с помощью прибора я измеряю потребление всей этой схемы. Ведь мне это тоже интересно, насколько экономична такая маленькая микросхема, которая может служить уже готовым усилителем, гораздо более крутым и простым, чем ТДА. Эту микросхему можно вставлять в приемники, в блютуз-колонки, да все что угодно, что вы можете делать. На столе практически ничего нет. На столе есть вот такая батарея питания, которую я взял из трубочки, которую любят посасывать вейперы, ну а точнее из вейпа, она мне даром досталась. Микросхема прекрасно работает от такого напряжения питания. Тут заряд примерно 4 вольта, 4 с небольшим. А дальше давайте посмотрим по прибору, какой ток потребляет сейчас вот в таком режиме эта микросхемка. И побалуемся немножко с ее режимами. Вся шкала прибора 100 мА. Но стрелочка находится в левом положении, поэтому давайте переключимся на большую чувствительность и видим. Значит, при всей шкале прибора 25 мА, ток, ну, чуть больше половины, то есть где-то мА 15-20. При этом музыка играет, я специально поставил низкоомный динамик, чтобы музыка играла потише. Дело все в том, что данная микросхема вообще-то рассчитана на более высокоомные нагрузки, ну, в части динамиков и наушников. И, к примеру, вот такой вот динамик орет очень сильно. Вот в прошлом ролике он даже заглушал и мой голос, да, и вообще все на свете. Давайте посмотрим, как микросхема ведет себя в покое. То есть мы сейчас успокоим музыку. И вот наглядно покажу, как это будет происходить. Вот, смотрите. Сейчас ток потребления микросхемы, ну и всей этой схемы, 12,5 мА. То есть стрелочка стоит посередине, вся шкала прибора 25 мА. Это маленький ток покоя, который для усилителя D-класса такого уровня, ну, это примерно 1 Вт звуковой мощности по максимуму, вполне очень даже себе ничего. То есть 12 мА. Запомним эту цифру. Теперь давайте посмотрим на прибор. И я включу музыку по новой на небольшую громкость. Вот. И сразу стрелочка поползла вверх. Заметьте, что я здесь не использую сглаживающих по питанию конденсаторов, хотя их желательно использовать. В этом случае я использую литий-ионный аккумулятор, который обладает прекрасными свойствами обыкновенного электролитического конденсатора и сам себя сглаживает. То есть это не блок питания, и поэтому лишних помех у нас нет. Помехи есть только по входу. Здесь стоит ставить емкости гораздо меньше, чем поставил я. У меня емкости большие. Так, давайте теперь увеличим громкость. И понаблюдаем, как прожорливым станет наш усилитель. Я увеличиваю громкость на телефоне и переведу прибор на меньшую чувствительность, то есть 100 мА вся шкала. Добавляю громкости. Такую громкость уже давать нельзя, с такими конденсаторами усилитель захлебывается, но при этом доходит почти до 50 мА. При этом, при этом, давайте посмотрим, насколько искажаются звуки. У меня осциллограф уже подключен, я подключил его к резистору. Насколько искажена звуковая волна? Практически ненасколько. То есть звук с телефона почти не искажается. Мы проведем сейчас еще один очень интересный эксперимент. Но давайте вот так вот сейчас растяну. И надо убавить громкость, потому что зашкаливает. Сейчас мы уберем немножко громкости. Ну, вот так вот. Искажения оказались за кадром. Но при этом ничего страшного. За кадром осциллографа. Так, сейчас вот потребление вернулось на круги своя, то есть очень маленькое. Нам больше и не надо. Давайте посмотрим, как изменяется частота дискредитации, а это количество импульсов, которые выдает эта микросхема в усилителе D-класса. Если вы не знаете, то в усилителе D-класса используется высокочастотный генератор с частотой иногда 30 кГц, иногда 50. Доходит у хороших усилителей до 450 кГц. Сейчас покажу. Усилитель D-класса наверняка знаком, кто покупает на Алибабе вот такие модули. Это хороший, качественный, весьма недорогой, и при этом весьма приятный усилитель D-класса на два канала, который легко умещается во всяких портативных колонках. Он аналогичен тому, который играет сейчас, но у него, вот у этого усилителя, который я держу в руках, мощность, конечно же, гораздо больше. Но принцип тот же, то есть высокочастотный генератор модулируется как радиочастота с помощью звукового сигнала. Радиочастоты на осциллографе мы не увидим, и высокой частоты. Но зато увидим вот эту вот волну. Эта волна есть не что иное, как звук. И мы видим, что особых всплесков-то на ней и нет. А теперь давайте побалуемся немножечко со звуком и с дискредитацией, как я уже говорил, с той самой частотой. Мы ее можем регулировать с помощью резистора. Давайте сейчас я увеличу громкость. Думаю, так на камеру слышно. И ухожу влево. Тем самым, занижая частоту дискредитации, вот, и занижая частоту дискредитации, вы слышите более низкочастотные звуки, то есть пропадают высокие частоты. Вот сейчас колонка превратилась в сабвуфер. Высоких частот нет, при этом низкие частоты очень хорошо усилились. Из-за того, что я уменьшил частоту дискредитации, конечно же, импульсов не хватает, чтобы нормально проходил сигнал высоких частот. И сейчас я покажу на осциллографе, как это будет происходить вместе со звуком. Сейчас я буду увеличивать частоту дискредитации, и мы будем смотреть, как будет изменяться волна. Появляются оттенки высоких частот. И картинка стала более волнистой. Давайте я немножечко ее растяну. То есть появились высокие частоты, высокочастотные гармоники. Вот так, конечно же, мы видим полный спектр. И давайте опять уйдем вниз, то есть я уменьшу частоту дискредитации самого усилителя. Вот картиночка превратилась в такие горы, почти без леса. Такой звук даже более приятный на слух, то есть мы убрали все высокие частоты. По сути дела, изменяя частоту дискредитации, мы получили этакий, как же он раньше назывался, регулятор тона, либо же, ну, даже и не знаю, как обозвать еще, тембр. Как-то у меня еще на магнитофоне немножко по-другому эта штука называлась, я уже и не помню. В общем, это эквалайзер или регулятор по частотам звука. Мы можем убивать высокие частоты, делая звук более приятным, а можем, наоборот, добавлять их, увеличивая частоту дискредитации. То есть, когда я увеличиваю здесь сопротивление, а это, по сути дела, разрядный резистор, такой же, как и в микросхемах NE555, то мы, уменьшая количество импульсов, конечно же, не можем усилить высокие частоты. Высокие частоты можно усилить только в том случае, если у нас высокая частота дискредитации имеется. Давайте выкрутим. Вот сейчас ария уже звучит немножко по-другому. Мы слышим, как играют все инструменты. А теперь занизим. Вот как в бочке. Но кому-то это больше нравится, насколько я наблюдаю современные машины, молодежь предпочитает ездить именно вот с таким глухим и бумкающим звуком. То есть, по сути дела, у нас идеальный предусилитель для более мощного усилителя, такого, как я показал. Сейчас еще раз его покажу. Чтобы делать сабвуферы с очень мощным выходом. Осталось только соорудить мощные динамики, и тогда все будет красиво и шикарно. Давайте еще раз полюбуемся на этот звук. И еще раз изменим картиночку с помощью регулятора тона. Так, немножко уменьшим фокусное расстояние. Так. Добавляем высоких. фрагмент. немножечко неудачный, но по звуку слышно. И уходим на низы. Вот так маленькая микросхемка с минимальным обвесом уделывает микросхемы специальных усилителей просто на ура. То есть, у нас есть и очень чувствительный вход, у нас есть регулировка тона, и у нас есть достаточно мощный и громкий усилитель. Конечно же, не для сабвуферов и не супер колонок, а для любого радиоприемника или миниатюрной самоделки, которую вы собираетесь создать. Пользуйтесь и наслаждайтесь. В описании будет ссылочка на Дзен, там будет схема этого усилителя, подробное описание параметров деталей, ну и даже, наверное, нарисую, как я подключил осциллограф, чтобы промерить все вот это и увидеть собственными глазами. Как подключается прибор, наверное, тоже нарисую в схеме, потому что многие этого почему-то не понимают. А на этом все. Пока. До следующих встреч.